Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу представить вашему вниманию подборку классных шашечных позиций от многократного чемпиона Алапийской СССР, обладателя Кубка СССР в командном зачете, мастера спорта СССР Валдиса Звирбулиса. Кстати, Валдис был известен не только своей силой шашечной игры, но еще и тем, что был тренером многократного чемпиона СССР и чемпиона мира постоклеточным шашком Андриса Андрейка. А также Валдис Звирбулис был одним из основателей легендарного журнала шашки. Первая позиция от черных. В этой позиции черные пожертвовали шашку и напали. Надеясь выиграть. Действительно, на первый взгляд кажется, что позиция абсолютно выиграна. Но здесь черные упустили из виду тактическую тонкость. Белые могут провести красивую комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Комбинация называется контур-удар или присоска. Я, кстати, друзья, придумал для этой комбинации другое название. Пиявка. Более прикольное. Напишите в комментариях, если вам понравилось. Пиявка. Играем СД4. Куда бить черным? Ну, сюда нельзя. Сыграем СД2 и побьем в дамки. Если побить в эту сторону, тогда играем ЕД2 и затем АЖ3. И также попадаем в дамки. С выигрышем. Поэтому в этой позиции черным приходится бить на поле Ф4. Тогда снова пиявка впивается зубами в тело черных. Куда бить? Снова нельзя бить. Ни сюда, ни сюда. Остается бить только на поле Ж3. И в третий раз пиявка впивается в тело черных. И окончательно хребет построения черных разрушается. Куда ни побей, везде проигрыш. То есть остается бить только на поле Е3. Тогда играем Е2. И красиво побеждаем. Комбинация пиявка. Следующая позиция от профессора, известного шашечного композитора, профессора Буткевича. В этой позиции есть ложный след. Я, друзья, кстати, пытался ее решить. Первую позицию я быстро решил, буквально секунд за пять. То есть она в стиле игры международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. Я вот люблю такие комбинации. А вот эту позицию, друзья, я не решил. Я попался на ложный след. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Белые начинают и выигрывают. Ложный след такой. Я попался на него. ЖН2. Черная играют ФЕ5. И здесь кажется, что выигрыш у белых. То есть играем АЖ7. Ну и на любой ход Е4 или ЕД4, без разницы, ставим дамку на А8. Приходится отходить. И вот если убрать вот эти две шашки, то возникает знаменитый этюд. То есть играем на поле С3. И после вынужденного хода ЕФ2 ставим дамку на Д4. То есть дамку сюда ставить нельзя. Она будет поймана. Если дамку ставить на поле Ж1, тогда белые побеждают таким образом. Дамка черных гибнет на двойнике. И белые побеждают. Все вроде бы логично. Но на самом деле, друзья, после хода Ж2 в этой позиции все-таки у черных есть ничья. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти уже ничью за черных. Ход черных. Здесь к ничее ведет только неожиданный ход. АБ4. Жертва. То есть опять же, друзья, никогда нельзя жадничать. Ну и после хода ЕФ4 белые здесь победить не могут. Например, если ставят дамку на А8, тогда играем ФЕ3. Видите, черные неминуемо попадают в дамки. Белым некуда ходить, и это ничья. Если же в этой позиции белые, допустим, пойдут в дамки, тогда черные успевают провести дамку на поле С1 и успевают разменять шашку белых H2 на свою шашку H4. Это также ничья. А где же выигрыш, спросите вы? А выигрыш, друзья, был только после хода ЖФ2. Теперь у черных есть два хода. ЕД4 и ЕФ4. После хода ЕД4 белые легко побеждают. Ставим дамку на H8. Приходится отдавать шашку. Ну и на ход HG3 просто отдаем две шашки, не жадничаем. И выигрываем с помощью запирания. То есть черная шашка, по сути, в плену. Они проигрывают. Если черные в этой позиции играют ЕФ4, тогда ставим снова дамку на H8. И после хода в Ж3 отходим. ЖХ2 ставим дамку на Д4. Не даем черным поставить дамку, так как она будет тут же поймана. И приходится черным жертвовать шашку. АБ4. Теперь черные ставят дамку. И надеются на ничью. Кажется, что позиция ничейная. То есть белые еще пытаются выиграть. Играют СБ6 и грозят поймать дамку черных. Поэтому надо играть ЖХ2. Когда играем Б7. Черные препятствуют постановке белыми дамки. И грозят провести вторую шашку в дамке. Это уже будет ничья. Но здесь белые красиво побеждают. Щедро отдаем шашку. И выясняется, что черным некуда бить. Они везде проигрывают. Если они бьют на H2. Тогда белые побеждают с помощью так называемого приема. Столбняк. То есть как бы черные не играли. Их дамка гибнет на двойнике. Если же в этой позиции черные после жертвы ЕФ4 бьют на поле Ж3. Тогда дамка черных попадает в так называемый переплет. То есть видите, ей некуда отходить. Если сыграть ЖХ2, тогда дамка ловится таким образом. А если они играют ЕФ2. Ж на Е1. Тогда ловим дамку черных таким образом. Видите, черным мешает своя же собственная шашка на поле H4. Это прием называется переплет. Очень красивая позиция от профессора Ливандовского. Друзья, я все-таки попался в ложный след. Не смог решить эту позицию. Следующая позиция. Гамбитная позиция. Очень часто встречается в игре. Ход белых. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белых. Подсказка. Для выигрыша надо рассчитать эту позицию на 14 ходов. Кто там говорит, что шашки простая игра. Пожалуйста. То есть надо рассчитать и позиционно, и комбинационно на 14 ходов. С ума сойти мозг. В этой позиции есть два хода. Напрашивающийся размен ЖФ4 выпускает выигрыш. Теперь черные должны правильно играть. ДЕ5 за черных проигрывает. Когда играем ФЖ3. И на единственный ход ФС7 здесь проводим комбинацию. Такая типичная штучка. ЦБ2. Загоняем черных в дамки. И затем эту дампу ловим. И побеждаем. Первый вариант. Если в этой позиции черные играют БЦ5 вместо ДЕ5. Тогда играем ФЖ3. И здесь все-таки черные могут достичь ничьей. Вкусим ЦБ4, ЖХ4. ДЕ5. Меняемся. И вот здесь правильно сыграть ФЕ5. А вот ход ФЕ7 проигрывает. Белым надо сделать точный ход. ФЕ3. Ну и на единственный ход ЕД6 играем ЕД4. И черные быстро проигрывают. На единственный ход ДЕ5. Играем АЖ7 и выигрываем. А ничья в этой позиции была после хода ФЕ5. Теперь белым уже надо играть ФЖ3. Черные жертвуют шашку и прорываются в дамки. Ну и здесь все сводится к известной этюдной позиции. Тоже ЕФ6, СД2. ФЖ7. Черные ставят дамку. Мы тоже ставим дамку. Черные играют. ФЕ7 грозят поймать нашу дамку. Надо закрываться. Тогда черные играют ЕД6. ЖФ4. Дамка играет на поле С3. Пока ставить дамку нельзя. Видите? Черные разменяют дамку и шашку. И будет ничья. Поэтому приходится играть ФЖ5. Тогда черные играют ДЦ5. Снова нельзя ставить дамку. Потому что уже черные вот таким образом разменяются. Приходится играть ЖФ6. И вот здесь кажется, что черные проигрывают. На самом деле тоже известная позиция. Здесь черным надо быть щедрыми. Отдаем самое ценное, что у нас есть. Дамку. И делаем тихий ход. Выясняется, что это ничья. То есть нельзя ставить дамку. Потому что черные ставят дамку на С1. И форсируют ничью. Если же белые играют и Ф4 ждут. Тогда нападаем. Надо отходить. Ждем. Тут уже надо ставить дамку. Просто играем дамкой на А3. И черные достигают ничьей. Такая известная, далеко не очевидная ничья. Очень важный прием. Друзья, кто не знал этот прием. Запомните. Он часто встречается в игре. То есть выяснили. В этой позиции ход ЖФ4. Отмечу красным. Приводит к большому преимуществу белых. Но выигрыша нет. А к выигрышу в этой позиции ведет только ход ЕФ4. Теперь у черных есть два хода. Это ФЕ7 и БЦ5. БЦ5 проигрывает из-за нападения в Ж5. Надо закрываться. И белые успевают прорваться на ослабленном левом фланге черных. Ну и тут все заканчивается таким образом. Надо играть до Е5. Ставим дамку. Надо отходить. Отдаем две шашки. Щедро. Опять не жадничаем. Ну и просто играем по полям А1 и Б2. Черным надо играть ЕД6. Играем АБ2. Ну и тут есть два хода. Если черные отдают две шашки ходом СД4. Тогда белые здесь выиграют таким образом. Единственный ход. Нападаем. Надо отдавать шашку и пытаться прорваться в дамки. Снова отдаем самую ценную дамку. И выигрываем. Если в этой позиции черные отдают не таким образом шашку. Две шашки. А таким образом. Тогда бьем на поле А7. И это тоже выигрыш. То есть грозим напасть в поле Б8. Поэтому приходится играть до Е5. Тогда играем дамкой на поле Е3. И после хода АБ4. Единственный ход. Нападаем. Черные сопротивляются. Отдают две шашки и успевают прорваться в дамки. Здесь все заканчивается известной позицией проводка шашки С1. То есть это выигрыш белых. Черные ставят дамку. Допустим сюда белые отходят. Белые затем проводят вторую дамку. И затем возникает окончание проводка шашки С1. То есть она будет провести вот эту шашку третью в дамке. Затем белые построят боевую позицию и победят. Кто не знает как побеждать в этой позиции проводка шашки С1. Подсказку оставлю верхним правым углом. Это выигрыш. Так. Выяснили ход. БЦ5 проигрывает. Если в этой позиции место хода БЦ5 черный играет ФЕ7. Тогда играем ФЖ5 снова. Ну и на БЦ5 все заканчивается вот этой позицией, которую мы только что рассмотрели. Это мы уже видели. Так что повторяться не будем. Если же в этой позиции черный играет ДЦ5, здесь выигрыш белых еще более красивый. Смотрите. Играем ДЕ3. Черные меняются назад. И вот здесь надо провести комбинацию. Ну как комбинацию. Размен 3 на 3. Наш любимый тройной одеколун. СБ4, ЕД4 и ЖФ4. Ну и в какую бы сторону черные не побили, мы бьем 3 шашки. И видите, на такой ход белые победят. Поэтому черные здесь еще максимально сопротивляются. Играют ФЕ7. Мы ведем шашку в дамки и жертвуют шашку. Играют БЦ5. И вот кажется, что вроде бы ничья. То есть если сыграть ЕФ6, черные успеют пройти в дамки. И это будет ничья. Но здесь у белых есть точный ход. ЕФ6. То есть на ход СД4 не надо вести шашку в дамки. Надо пожертвовать шашку ходом БЦ3. И вот теперь вести шашку в дамки. И снова белые побеждают с помощью приема столбняк. Друзья, мне очень понравилась данная подборка. Комбинации от Валдиса и Звирбулиса. Если вам также понравились эти позиции. Не забывайте поставить Лукаса. И подписаться на канал. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Спасибо.